Так смотрите, первый случай, последние три человека приезжали в эти дни, и все трое сказали, книга не надо, мы вас так любим. Ну кто-то сказал, я работаю сторожем в детском садике. Короче, вы сейчас появились секунд пять назад и схватили за книги, а я ничего про вас не знаю, откуда вы, что вы? Сижу себе, никому не мешаю. Меня зовут Виктория. Очень приятно. У вас, кстати, патогеническая внешность? Нет, совсем не приятно. Ну я лучше знаю, я мужчина. Хорошо. А мы с Миносинска, вас, вернее, нам рекомендовали, мы хотим прикупить у вас парочку саженцев. Вы не договаривались конкретно? Нет, мы не договаривались. Ты найдешь, что-то же остатки. Не позоришься, люди такую даль ехали. Грушу? Есть. Позднюю и крупную. Ты говоришь, Воронежская, поздняя? Воронежская, вот, вы лампочки различаете, что такое лампочка 150 ватт? Вот это ее размер. И похоже на лампочку. Здесь нарядная, Ефимова. Это мне ничего не говорит, я в этом практически ничего не понимаю. Да берите Воронежскую, раз, Ефимова, два. Это какая? Покажите. Ну это искать надо. Нет, это не здесь. А где этот самый? Ну Татьяна, помню, показывала фотографии. Нету, я не знаю. А, ну все ясно. Альбома нет. Ага, все ясно. Ну, поверьте, вы не пожалеете. Ага. Что цена саженцев? Груша 1400. А что вам еще надо? Так, садим мы их, как обычно, по два. Да? Или по одному. Может, у меня груша какая-то сидит. Значит, даже два мало. Поймите, что такое? Вот я же потом эти просто кино снимаю. Я стараюсь, чтобы каждый фильм был учебный. Это что значит? Человек посадил грушу, и каждый год по пять штук. А у меня, вон они, пойдемте сюда. Я покажу. И почему я прославился этими урожаями. На каждой из этих груш зацветает тысячи цветов сейчас. Вот. Но росла бы она тут одна. Знаете, сколько тут сортов? Пять на одной. А тут по одному сорту. Видите? Лада, нарядная Ефимова, среднерусская. И посмотрите, сколько на них цветов. Допустим, у вас две. Допустим, у меня две. Одна цветет прекрасно, вторая прекрасно. Одна дала перед этим пять плодов, зацвела вторая и попала под заморозом. И еще год, и опять пять плодов. Значит, тогда надо три. Мне некуда. Вот в чем дело. У нас, да, у нас участок небольшой, и у нас там абрикосов достаточное количество. Я хочу маленечку. Так, у соседей есть груши? Да. Вот к ним поближе садите. Груши-то все равно, а через абортов кто-то прилетит. То есть, ну, парочку надо, да? Ну, нет, раз есть, так парочки хватит. Парочку, да. Вот. И интересует яблоня, но тоже поздний сорт. У меня ранняя есть яблонька сидит. Хочу поздний. Жигулевская. Конечно, конечно, Жигулевская. Конечно, Жигулевская была. Ну, не трава вот такая. Нет, оно еще и до апреля лежит. Угу. Это надо было видеть. Ну, сад сожгли, ладно. Но у меня осталось что? Необыкновенный опыт. Вот. И этот опыт о чем говорит? Наполовину самоплодное. Все равно садитесь, чтобы рядом пару яблоней было. Раз. У нас невероятная, невероятная, когда 500, зацветает 500 деревьев, и ни одной подмерзшей веточки, это в Сибири, невероятная морозостойкость. Но мы приливаем на Сибирку. Угу. Вот. У меня хорошее место под дачу. Как раньше это была гора дураков. Ух ты. Сейчас называется Золотая горка. Нормально. Пойдемте, провожу. На самом верху, у нас там, говорю, и обрекусы хорошо прям растут. Все. Вот. И одну тогда мне яблоньку. Там место как раз между двух на одну есть. Так, я еще раз заранее скажу. Угу. Значит, мы инструктируем всех. Угу. Если я на месте, я инструктирую. Значит, вот она посадка на холмы. Не дай бог выкопать ямку, как принято. Угу. Бордерчиком огородить. Посадка на холмы. Не тронутый дерн. Тачка земли. Тачка как минимум. Если абрикос, лучше две-три тачки. А под яблони достаточно одной. Угу. Под груши гладь на две. У нее, она похоже, переносит это, сырость. Угу. Он вам делает сильную обрезку. Угу. Когда люди говорят, мы сами обрежем или нам не надо, мы хотим уйти красивую крону, мы их посылаем. Знаете, куда? Дальше Минусинска. В Абакан? Во всей России. Все ясно. Да вы что, для вас новость на холмах? Да. А я 20 лет долблю, причем Минусинск, Абакан, даже Шушенская есть телевидение, Красноярск, Кемерово, Саяногорск. И долблю, 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 долблю по этих холмах. Вот. А потом Константинович сразу же не спогиб. Спокойно подхожу, становлюсь на колени, а прыскают верхушки. Угу. Это там на ней тлю, куча, дерево больное, и на него нападает тля, на него садятся грибы, ничем не виноваты. А встать на колени, разгрести и показать гнилое, вот, гнилое основание штамба, только потому что, знаете, что там весной делается? Это я не вам, я как бы благодаря вам всем говорю. Угу. Значит, есть и есть ямка. У нас здесь земля промерзает до метра и больше. Она промерзна, слег лежит, и в этой ямке стоит днем вода, ранней весной, а ночью лед. Вот откуда разрушение. Вот как эти вот бочки, вода разрушена. Слушай, да, кстати. Может быть, мы садимся загубили, а мы грешили на это. Во-во-во-во-во-во-во. Угу. Вот, и вам огромное спасибо. Если бы, вы знаете, как женщины стесняются, страшно. Я вас очень благодарю за то, что вы помогли снять эту ферму. Спасибо. Вот. Да, я же хотел уйти. Вы книги-то будете брать? Или так? Мы не вот, не специально, мы просто, чтобы у нас был садик. Небольшой садик. Да, небольшой садик. У нас огорода там, ни грядок, ничего нет. И у меня от мам очень много досталось, как бы, и книг надо просто все достать. Все понятно. Ну, давайте так. Ну, чистить все. Еще, чтобы вы знали. Угу. Посадили, он обрезку сделал. Угу. Больше секаторов не подходить. Угу. Вас научат. Соседи любят с секаторами побегать, по соседям деревья покалечить. Нет, 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 я никого не пускаю. Ха-ха-ха-ха. Что мое, то мое. Все понятно. Так, и годичные, да, получаются? Это у тебя все осталось? Нет. Ну вот же неплохое, вот я вижу. А вот неплохой саженец. Это, наверное, проданный. А ну, покажи. А мне даже людей обидно, такую дали ехали. Павлодар. Да. Правда? А, Павлодар. Павлодар есть ворон. Павлодар, так Павлодар, это же в Казахстане. Ну, они должны приехать. А, сами своим ходом. Угу. Мне чем, я люблю побольше, честно вам скажу. Я не люблю. Ну, подумай, что хуже приживается, а потом отстают в росте и болеют. Нет, 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 нет. Вот, ну, вы меня, конечно, извините, мне мама всегда говорила, от пиздюлинки пиздюлинка рождается. Я хочу нормальный, Саша. Так, мне что, мне что, это вырезать? Ой, да. Да, да. Принципиально не буду. Придется. Вы не правы, вы не правы. Да? Может быть. Вот. Так, ну что, это все, что ты хотел показать? Да. Вот чижовская есть, не продана. Так, это крупненькая, да, крупненькая и хранится? Чижовская? Чижовская, это осенний сорт. Хранится месяца два всего. Нет, вы мне бы это сказали до апреля, что там хранится у них? Это яблоня. Хорошо? Хорошо. Ну давайте. Спасибо большое. Ага. Так, ну что, посмотрели. Конечно, то, что было продано до того, они были мне по пояс, мне по грудь. А люди приехали в такую даль. Нет, они неплохие, а самое главное, что они в горшках. Вот. Ну пока все, сейчас еще один небольшой фильм сниму. Субтитры сделал DimaTorzok.